мы тут приехали дом посмотреть почему он вчера поздно вечером вышел на зилу только с утра open house было написано schedule с часу до трех и мы вот ровно в час приехали приехали офигенный домик 230 тысяч долларов выглядит снаружи офигенно классно такой прямо уютный небольшой как инвестиция для сдачи в аренду даже пожить он тысяч четыреста с парфитом виноградники у них на бакиарде видно растут пару рядов есть виноградник но и выглядит он снаружи классно соседская территория мы тут прямо рядышком живем болельные короче мы приезжаем моего уже все короче хоп тут уже оффер ему дали приняли приняли уже оффер за него мы же покупать не хотели мы хотели посмотреть так интересно да мы хотели посмотреть но как бы с намеком мало ли потому что цена прикольная дом небольшое что классно то есть для сдачи да даже и пожить знаете он снаружи то есть вложений не так много как большой дом забор прикольный смотрите кирпичный забор соседи прикольные вот у людей все лодки классные такие территории там следующие соседи прикольно офигенно ухоженный дом классный напротив тоже прикольно здесь ну короче прикольный такой уютный район офигенный ну нам есть прямо по кайфу как музыка это флорида да тут прям пешком можем дойти вот так вот да они так и написали кстати но внутри там нет ремонта такой по фоткам обычный домик видно может быть 20 15 лет назад мебель еще старая но его помыть туда-сюда и красить даже и жить либо время сдавать офигенно было кирпичные стены вечные этот кирпич он долго дом 67 года то есть эти кирпичи не не убиваем и они вот как стоят вот так годами такие как будто и вчера только только положили это кирпич она не так выглядит не знаю либо качество раньше был лучше либо что не знаю сейчас вот эти швы прямо хорошо швы классно жалко что не посмотреть небольшая терраска избирала жалко что нельзя посмотреть может и можно но я не знаю как работает и мы сейчас звонили но никто трубку меня еще виноград от привлек классный наград все ухожен я вижу даже большое дерево инжира вот не же растет гена прикольный дом вообще снаружи классно смотрит это учитывая что дом 67 года постройки ну гаража нет да и в принципе зато вот ворота есть какой-то заезд можно и рви лодочку вот здесь даже поставить за асфальтировать забетонировать соседский дом прикольный я уже давно кстати вижу не вот это ухоженный такой прямо видно что они ухаживают за садом смотрю там прям стригут все такое ощущение как будто кто-то из наших русскоязычных забор что проедем все проявились у них именно много растений здесь кстати тоже недалеко где-то русскоязычные живут я проверял по карте только что получили сообщение к сожалению они написали к сожалению для нас видимо что он ушел under contract за него уже все кто-то внес offer и приняли offer быстренько ничего у нас редко выходит дома но выходят они быстро у нас быстро очень летая было очень быстро несмотря на то что типа кажется что у нас такой старый район для кого-то это неприемлемо все многие еще там немногие кто-то ищет типа сугубо огромный дом что было все новое что ты посмотри какой он уютно да вот мы обсуждаем с алисе вот нам лично важно природа в первую очередь вторую не в первую очередь это location вторую очередь это природа деревья в новых районах такого нет в нет не в но в некоторых местах может быть есть но в основном нет такого он белки прыгают от оленя скачет короче пальма уютный район здесь гуляешь пешком ходишь офигенно никто тянет нет такого высокого трафика автомобилей классный район офигенным люди хорошие спокойно все чисто сейчас покупает в основном уже те дома то что продают пенсионеры продают а покупает уже молодежь и часто в объявлениях написано так что типа люди вырастили своих детей все они ищут еще что-то себе поменьше поэтому продают дом многие покупают ирви и уезжают во флориду и как бы нет смысла уже знаете там просто жить дома или просто люди хотят путешествовать на пенсию вот средьку и кожаные пальмы растения всякие он кактус офигенно ему лет на 30 я почему-то вижу так что вон где ирви стоит кому что конечно на вкус и цвет мы говорим вот наши ощущения наши наши это не но если брать плане цена и качество вот это хороший вариант а если брать там новые дома то конечно есть новые дома строятся и в таких же районах где все уже засажено до зелено где большие деревья есть такие дома но они конечно уже будет стоить там больше 500 тысяч уже под миллион понимаешь но это большая разница в цене здесь 20000 или миллиона да 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 если у тебя есть миллион конечно лучше переезжать в новый дом и с такой территорией красивые с лесополосой там вот смотри здесь вообще лес это мы сейчас обсуждаем именно наш вашу джесс ценовую категорию наш бюджет и такие же люди примерно контингент каким и потому что знаете работать на траке и где-то и платить за дом 3 по 5 тысяч долларов в месяц и убивать не выходить из этого трак либо вот еще не же растет а вот стоимость дома когда двести тридцать тысяч но будешь ты платить там тысяча двести тысяча триста до где-то доллара в месяц это принципе вообще сейчас даже аренду такую не найдешь да конечно за дом нужно следить ухаживать где-то под шаманил аренда дома где-то начинается 1600 долларов до 1 2 bedroom где-то так а квартиры тоже очень дорогие то есть ты уже живешь и платишь за свои что ронус магазин зачем ну дожди сейчас пойдем вот по району прокатимся мы здесь кстати ни разу не были надо будет на велики прокатиться да вот кстати у нас еще есть велосипеда можно он фига ты вообще офигеть огромную территорию не там была этот разобранный этот скейт-парк скейт-парк наверное частный скейт-парк вывод да прям он видно разобраны там были вот все вы сняли люди просто многие боятся видимо может быть насмотрелись в ю тубе видео там когда люди берут новые дома там о чем ты вообще говоришь кого-то хочешь убедить или что я никого не хочу я обсуждаю просто мне многие комментарии пишут омова только новый дом только новый только большой там минимум 2500 скв фит если новые то говорить это уже другой бюджет если ты можешь позволить себя если крит про реально первый дом я обсуждаю то что человек работает на траке света не видит заридом и работают месяцами это не твой вариант и только и зарю видишь и закат и рассвет что ближе бы иметься новый дом и сейчас сейчас при том что мы живем в доме и ты работаешь не напрягаясь четыре дня в неделю иногда 3 иногда иногда 4 а в основном 3 но иногда 4 4 дня в неделю что плохо живешь где мы выиграли виду что вот тебя аренда не дали да не тушь на что тебе нужно платить и поэтому ты должен должен даже если не хочешь ты должен да ощущение живем ради жизни чтобы наслаждаться всем по чуть-либо ради каких-то вещей что у нас обремевляют или обремегают как у нас кишки здесь очень красивый дом спаси дорога хорошая асфальт классный этот дом тоже ушел under контракт уже давно здесь тоже недавно как недавно может год назад купили там постоянно водой заливает тут надо тут нужно еще смотреть чтобы водой не закрывала тут есть ирии которые от нуля до десяти в зоне риска по затоплению так ну ладно все всем пока хочешь всего что сказать не 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 все а